Дерзкий характер в маленьком теле, чихуахуа явно переоценивают свои размеры. Они смелее чем кажутся и всегда готовы показать свой настоящий характер. Эта порода может подать пример многим людям. Они ничего не боятся и готовы вступить в бой с противником, который в несколько раз больше них самих. Эти собаки ревностно охраняют не только своего хозяина, но и свой собственный комфорт. Не требуют особого ухода, но просят внимания и терпения от своего хозяина. Эти малыши обладают смелостью быть собой. После обретения новой семьи собака может быть тихой и присматриваться к хозяину, но стоит ей заметить проявление слабости или неуверенности, и она тут же попытается перехватить власть в свои лапки. Обычно уравновешенные спокойные чихуахуа, разозлившись, становятся неуносимыми из-за своего громкого и продолжительного лая. Они очень преданы своему хозяину, и это же становится причиной сильной ревности. Так что не стоит кормить других собак или играться с ними в присутствии чихуахуа. Она будет охранять свою семью даже от тех, кто в несколько раз больше ее самой. Чихуахуа настолько дерзкие, что они нередко становятся главарем компании собак, в которой есть и лабрадоры, и овчарки, и синбернары. Они также являются отличными манипуляторами, которым не составляет труда втереться в доверие и использовать это в своих целях. Эта порода любознательна и стремится быть в курсе всех дел в доме, поэтому не удивляйтесь, если питомец будет постоянно крутиться у ваших ног или лежать неподалеку и внимательно следить за вами. Они уважают себя и свое личное пространство, поэтому им нужен свой уголок, в котором всегда можно укрыться. Они не потерпят агрессии или неуважительного отношения к себе, отчасти поэтому им сложно ужиться с детьми. Те зачастую относятся к породе как к игрушке и могут обращаться с питомцем неаккуратно и даже случайно причинить боль. А что вы думаете насчет смелости данной породы? Оправдана ли она? Напишите свое мнение в комментариях. Кстати, посмотреть объявление о продаже чихуахуа можно на нашем сайте kutata.rf. Большой выбор щенков от лучших заводчиков России, Украины и Белоруссии. Подберите собаку своей мечты, которая будет по карману именно вам. А мы продолжаем. Чихуахуа является самой маленькой породой в мире. Их вес колеблется от 500 граммов до 3 килограммов, а рост не превышает 20 сантиметров. Порода известна своими огромными пронзительными глазами и большими стоячими ушами. Представители обычно делят на короткое и длинношерстное. У вторых шерстка чуть более шелковистая и волнистая, чем у первых. А крас породы может быть совершенно разным. Светло и темно-рыжий, шоколадный, черный, белый и даже серебристо-серый. В среднем чихуахуа живут около 12-15 лет, но известно много случаев, когда питомец доживала до 20. Чихуахуа не нуждается в усиленном уходе. У них довольно короткая шерсть и они почти не линяют. Поэтому даже расчесывать собаку не надо. Частые водные процедуры только навредят. Достаточно принимать душ раз в 2-3 месяца. Необходимо следить за чистотой глаз и ушей собаки и протирать их влажным диском по мере загрязнения. Особое внимание стоит уделить когтям собаки. Из-за маленького веса они не могут стачиваться сами по себе во время прогулки, поэтому способны доставлять большие неудобства во время ходьбы. Когтерезку стоит использовать примерно 1 раз в 10 дней. При этом стоит быть готовым крепко держать питомца, которому может не понравиться данная процедура. Порода обладает довольно чувствительной пищеварительной системой, которую может спровоцировать даже косточка чуть большего чем надо размера. Кормить только сухим кормом собаку не рекомендуется, стоит добавлять также и жидкий, отдавая предпочтение премиум и супер премиум классу. Кормить чихуахуа натуральными продуктами может оказаться довольно сложным занятием, так как Высок Рижск не только составит несбалансированный рацион, но и кормить питомца тем, что может негативно сказаться на его здоровье. Основой питания должно быть постное мясо, желательно отварное и комнатной температуры. Также можно добавлять каши, овощи, а также кисломолочные продукты, за исключением молока. В качестве лакомства питомца можно угостить фруктами. Чихуахуа может стать настоящим подарком для людей, которые не любят или не имеют возможности проводить много времени на улице. Питомца можно приучить ходить в туалет на пеленку или в лоток. Если же Вы решили вывести собаку на улицу, то стоит надеть на нее теплый костюм и ботинки, чтобы она не замерзла. Также вместо ошейника можно приобрести шлейку, которая не будет давить на хрупкую шею питомца. Большой потребности физической активности у чихуахуа нет, но рекомендуется как можно меньше носить собаку на руках, чтобы она не набрала вес. Во время прогулок лучше не спускать питомца с поводка. Он может не только случайно пораниться или потеряться, но и испугать прохожих своим громким лаем. Из-за своих размеров чихуахуа может выглядеть больше как плюшевая игрушка, нежели живое существо, поэтому некоторые хозяева считают, что и воспитывать их не нужно. Начинать дрессировать собаку лучше с двух-трех месяцев и дать ей знания о таких базовых командах, как Фу и Камне. Сама дрессировка будет скорее направлена на приучение питомца к жизни в обществе с людьми, а также с другими собаками, нежели разучиванию сложных трюков. Во время тренировок иногда может проявляться вредный характер, и хозяин может столкнуться с непослушанием. К подобным ситуациям нужно отнестись с терпением и ни за что не наказывать собаку. В противном случае вы можете полностью отбить у нее желание продолжать дрессировку и выполнять ваши команды. Достаточно доказать чихуахуа свой авторитет в семье, и установить границы дозволенного. Чихуахуа станут хорошим другом людям, которые живут одни в небольшой квартире. Они будут очень переданы своему хозяину и скрасят одиночество по вечерам. Также эта порода подойдет людям, которые проводят много времени на работе, ведь собаку можно просто приучить справлять нужду на пеленку или вовсе брать ее в сумке переноски с собой. Семьям с детьми, особенно маленькими, стоит быть осторожными. Собаке может быть тяжело жить в большом и шумном окружении, а дети могут случайно поранить питомца. Они могут жить как в большом доме, так и в маленькой квартире. Важно только обеспечить собаку своим местом и купить ей мягкий коврик или собственный небольшой домик. Чихуахуа порода, которая подойдет не всем. Их преданность может запросто переходить в ревность, а смелое поведение удивлять. Они не потерпят плохого отношения к себе и тут же зальются громким лаем, если им причинят боль или начнут угрожать. Однако, если приглядеться внимательнее, то можно понять, что чихуахуа является отличным примером для простых людей. Она показывает, что нужно уметь постоять за себя, каким бы маленьким ты не был. Так что даже взрослым хозяевам всегда есть чему поучиться у своих домашних питомцев. Поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал, если хотите увидеть больше видео о наших четвероногих друзьях.